И еще что я хочу сказать по этому прибору, когда мне его посоветовали, я его приобрел на свой страхорист, думаю, ладно, черт с ним. Первое, что я сделал, приехав сюда в Одессу, здесь в Одессе есть лаборатория, которая занимается реабилитацией физиотерапевтического оборудования со всего города. Я подошел к главному инженеру, сказал, возьми его, крути, верти, как хочешь, разбирай, собирай, не абсолютно пополам, мне нужно знать, что внутри. Он, когда мне дали, мне дали экспертную оценку, сказали, что да, там есть процессор, там есть карта памяти, там есть излучатель, там есть антенна. Говорит, там есть зашифрованные, пакетированные, как бы, частотные модуляции. Говорит, похоже, ну, говорит, раньше с таким не сталкивался, но вот похоже, что это, типа, мини-вариант ВЧ-60. Что это такое ВЧ-60? Ну, ВЧ, прибор ВЧ, все видели. А, высокочастотный. Да, высокочастотный, да. То, как говорит, каким образом он работает, не совсем понятно. Говорит, для этого, если хочешь поглубже разобраться, найди людей, которые занимаются авианавигацией, либо корабельной навигацией, они тебе больше об этом скажут. У меня есть, опять же, у моего близкого друга, брат, который занимается корабельной навигацией, причем в Испании, в Англии и так дальше, по всему миру. Я ему отправляю, как бы, данный прибор, говорю, расскажи мне, что это такое. Он мне не медик, он выдает интересную вещь. Говорит, штука рабочая, но, говорит, исходя из того, что, говорит, я вот по своими приборами проверил, говорит, наверное, говорит, как засунуть голову в микроволновую печь. Еще раз. Говорит, эффект должен быть такой же, как будто ты засовываешь голову в микроволновую печь. Ну, только, говорит, интенсивность не настолько высока, что ты умрешь, но не факт, что будет, как бы, очень приятно. Ну, и после этого, как бы, дальнейшие копания по этому прибору, как бы, привели к тому, что я вышел на Питерскую военно-медицинскую академию. И там, как бы, оказался еще один мой бывший сокурсник по институту, как бы, он сказал, что у нас таких приборов нет, но эту проблему мы изучаем. И, в принципе, она помогает. Эта проблема, они создают, ну, я не знаю, это не прибор, они... У них есть стационарное оборудование, которое занимается тем же самым. Я так понимаю, что прибор, скорее всего, защищен патентом, поэтому его не могут дископировать. Ну, как бы, аналоги есть, аналоги есть, аналоги есть, они хуже. Это однозначно, потому что, как бы, я все эти аналоги, как бы, ну, они доверчивые. Вот, как бы, я врач, я привык анализировать. Я занимаюсь фармацевтическим бизнесом, но я, опять же, привык анализировать. И какой же финал, какой конец, что же это за прибор? Для себя, для себя, какой вы его это сделали? Для себя это очень обалденное физиотерапевтическое оборудование, причем это физиотерапевтическое оборудование нового поколения. Но при острых процессах, при острых процессах, его можно без медикаментозного вмешательства ставить. Острые процессы, острые симптомы, острые синдромы снимем. Хронический процесс, должна быть базовая фармакотерапевтическая терапия, потому что сразу он это не уперед. Если у вас гипертония, которую вы наживали 20 лет, за 20 минут ее вылечить невозможно. Продолжение следует... Продолжение следует...